Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Питомников. Зените, удачи! И вот, наконец, Дизи готовится в третий раз стать мамочкой. Это у неё рождается первый щенок. Она немножко суетлива, нервничает. Это пинчеры. Это одна из пород, которые пищатку выдорожают. Боксёры и кардиганы могут что-то делать, а пинчеры могут по пищи. Что, первый пошёл? Ух ты, моя малая. Большой, не логой выражали. Большой. Рыжий кто-то. Рыжий. Рыжий. Девочка. Девочка же, да? А, нет. Мальчишка. Мальчишка. Рыжий. Сейчас, моего тебя таким, подожди, немножечко просушу. Первый мальчишка. Освещения не хватает, конечно. Рыжий кобель. Вот, более-менее. 160 грамм. Мальчишка. Ну, ладно, ничего не задохнувшись. Не сфокусируется. Света мало. Отдаю, отдаю. Здесь такая шебутная, что я не знаю, как его подкладывать. 160 грамм, в принципе, это не такой большой вес. Средний, я бы сказала. Если яшма, это Дизина, прабабушка. У нее средний вес щенков был 205-210. А у Ники, Ника, она не близкая родственница этой линии, у нее щенки весили 120-130. В принципе, ее вес был. То есть, 160, в принципе, средний такой хороший. Ну, Диза не крупная. Кобеля тоже хорошего роста выбрали. Он не огромный. Вот такой кощепулька у нас. Крохотные лапки. Где? Крохотные лапки. Пальмошка лейшая. Да, подождите. Ты там первого-то не придави, мать ехидна. Что за второго принялась? Где там? А, вот, ключик твой. Ты сейчас такая милая, потому что меня касает. Да, я знаю, что не любишь, когда тебе подходят, когда дети. Вот что ты там орел? Какая? Диза! Мы подеремся с тобой. Какая? Да я поправить его хотела. Говно, вот как ей помогать? Как тебе помогать, когда ты говна кусок? Милая собака всю жизнь. Как родит, так... Не будет тебе тряпку подкладывать. Кусанешь, и не без уха останешься. Диза! Я пойду за уколом. За уколом пойду. Укол сделаю тебе. Малышам один день. Это мальчишка. Назвали мы его Огонек. Нас помет на О. Поэтому это у нас будет Огонек. Извините, удачи. Мальчишка будет ярким, красивым. Темным, рыжим, красным. Это первая девица. Мы ее назвали Опера. Извините, удачи. Она тоже будет яркой, красивой. Но чуть посветлее, чем мальчишка и вторая девчонка. Все равно окрас будет очень яркий, насыщенный, красивый. И последняя девица это Олимпия. Извините, удачи. Она будет очень темного, красивого окраса, ярко-рыжего. Сами, милашечки, всем малышам здесь один день. Все наши цирк-пинчеры были замечательными мамами. И Дизя не исключение. Она очень хорошая мама. Мало того, что она за ними убирает все очень чисто и хорошо. И нам практически до месяца, наверное, ничего не стоит выращивать. Помимо цирк-пинчеров, в отличие от боксеров, за которыми нужно 2-3 раза в день все убирать, перемывать, перестилать. Дещинки всегда сухие, чистые. Подстилка сухая. К тому же она очень трепетно относится к своим щенкам. Молодец, девочка. Молодец, девочка. Не надо плакать. Не надо. Ложись так. Молодец. О, молодец, девочка. Она пытается охранять щенков даже от нас. Показывает, что она хочет укусить. Она, конечно, не кусает, но она всегда головой их прикрывает, если руку тянешь. Очень любит своих птишек и заботится о них замечательно. Молодец, умница, девочка. Молодец, дизушка. Молодец, красавица. Дизель очень аккуратно ложится всегда. Она никогда не придавит своего малыша, ложится сбоку, так, чтобы они могли подползти и спокойно покушать. Так что вообще переживать за ее поведение не стоит. Она у нас молодец. Нас так завалило снегом, что бедным кардиганам, у которых очень маленький клиренс, приходится ходить по дорогам. Если не зарезают сугробы, потом очень трудно из них выбраться. Кайза, Кайза, Кайза. Ты живешь в снегу? Кайза, Кайза. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!